Добрый вечер! Как обычно в это время на телеканале ТНТ «Онега» программа «Народ хочет знать» и я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня тема нашей программы, она глобально с одной стороны, а с другой стороны узконаправлена. Модернизация здравоохранения нашей республики. Вообще о модернизации и о системе здравоохранения в последнее время слышно как положительные отзывы от нашего населения, так и отрицательные. Несколько лет назад в республике началась и может до сих пор продолжается, сегодня у гостей узнаем, оптимизация системы здравоохранения, по которой, судя по всему, некоторые жители республики из отдаленных поселков фактически лишились медицинской помощи, квалифицированной в своих населенных пунктах. Ну, что говорить, если в Петрозаводске, допустим, попасть на прием к узконаправленному специалисту в поликлинике, это нужно достать номерок. То есть это встать, ни свет ни заря, и пойти занимать очередь, где очень много таких же желающих. Еще и не факт, что вы получите этот советный номерок. Итак, главная цель модернизации – это сделать бесплатную медицинскую помощь более качественной и более доступной, независимо от социального статуса больного или пациента. Итак, я представляю гостей нашей студии. Валентина Васильевна Улич, министр здравоохранения Республики Карелия. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Владимирович Голубченко, начальник управления стратегического развития Минздрава Карелии. Здравствуйте. Здравствуйте. И Татьяна Ивановна Юзвюк, главный врач Пряжинской центральной районной поликлиники. Ну, вот у нас министерство, вот у нас человек земли с района, а я от народа буду задавать вопросы. Итак, начнем все-таки с того, что модернизация, говорим мы о ней уже не первый год, и оптимизация есть такое слово. Реально, прихожу в поликлинику, ничего не изменилось. Все те же очереди, я уже сказал про номерки и так далее. Все тоже недовольство врачей, судя по всему, зарплаты их не устраивают, такое, соответственно, и наплевательское, иногда порой наплевательское отношение. С чего должна все-таки начинаться модернизация? Вот я опять же повторюсь, миллионы, миллиарды на оборудование и так далее. Может быть, модернизацию нужно начинать с того, чтобы повысить зарплату врачам, санитаркам в больницах и так далее. Или я не прав? Потому что есть медицинская помощь разных уровней, начиная с первичной медико-санитарной и заканчивая высокотехнологичной помощью, которая оказывается в федеральных центрах. И понятно, что на каждом этапе человек должен получить именно ту помощь, которая ему необходима. И говорить сегодня о том, что помощь доступна или недоступна, наверное, можно только ориентируясь на очереди, на желание человека получить медицинскую помощь, именно ту, которую он хочет, именно в этот момент, когда он считает, что у него появилась потребность. Я сейчас не хочу сказать, что у нас нет проблем. Проблем в системе здравоохранения очень много. Но говорить о том, что просто повышение заработной платы решит проблемы здравоохранения, было бы абсолютно неверно. Потому что как раз в те очереди и та доступность себя как бы вот показала, начиная с участковой службы. Участковая служба у нас в течение нескольких лет имеет заработную плату значительно более высокую, чем все остальные медицинские работники. От этого она не стала не более доступной и от этого она не стала более качественной. Говоря сегодня о модернизации, это как бы естественный переход тех вопросов, которые решались в приоритетном национальном проекте. Но он выбирал отдельные направления. Вакцинация, диспансеризация, оказание помощи детям в периоде новорожденности, скрининги и так далее. То есть шли отдельные направления. Наконец-то пришло понимание, что система здравоохранения сегодня находится в очень разбалансированном состоянии. Очень высокий уровень развития медицины на уровне высоких технологий. И отставшая, совершенно отставшая первичная медико-санитарная помощь. Для того, чтобы этот разрыв сократить и сделать помощь действительно доступной, и разрабатывалась программа модернизации. Те миллиарды, которые вкладываются, необходимы для того, чтобы каждое учреждение могло оказывать помощь в соответствии со стандартом. Значит, помещения должны соответствовать требованиям. Значит, должно быть необходимое оборудование. Значит, должен быть обеспечен определенный уровень профессиональной подготовки специалистов. Валентина Васильевна, я перебью. Вот сразу, да, Татьяна Ивановна, Пряжинская поликлиника, да? Можно поставить хоть какое оборудование? Вы сами знаете, не будет специалистов. Но никому работать не будет. Закрыть на ключ оборудование и больше не вспоминать о них. Есть пример вот, да, из жизни. Например, в Кондобоге есть ФАП или что-то, где было хорошее оборудование, купленное заводом и так далее, да? И в итоге это оборудование привезли к нам сюда, в БСМП. Ну, это был не ФАП, это была целая медсанчасть. Да, медсанчасть даже. Я вот не помню конкретики. И там были все специалисты, просто не было потребностей. Но тем не менее, да, вот-вот-вот, да, нерациональное, допустим, использование. Что со специалистами у нас? Вот давайте модернизацию опять же затронули, да, вот и вы сейчас сказали. Ну, закупим оборудование и так далее. Работать будет. Я с вами абсолютно согласна с той позицией, что можно купить какое угодно дорогое оборудование, суперсовременное, но на нем кто-то должен работать. И понятно, что сегодня те районы, в которых численность проживающего населения менее 10 тысяч, мы просто не можем создать полноценные, многопрофильные больницы. Они просто не будут востребованы. Вот, например, смотрите, Пряжинский район, федеральная трасса Кола. Ну, что уж говорить, там порой происходят такие серьезные дорожно-транспортные происшествия, да, травмы, вообще просто. Первичную помощь вот у вас могут оказать пострадавшим? Вот что могут сделать? Посмотреть и сказать, извините, это случай в Петрозаводск везем. Или нет? Нет, конечно. Помощь оказывается на месте происшедшей аварии. Дальше, значит, естественно, будет эвакуация с места происшествия в наше лечебное учреждение. А дальше там будет решаться вопрос, кто нуждается в переводе в республиканскую больницу, какие травмы получил, кто остается на месте лечиться и так далее. Я считаю, что мы на сегодняшний день готовы к оказанию помощи при различных ДТП, авариях. Специалисты у нас очень хорошие. Врачами мы обеспечены замечательно. У нас даже с августа будет эндокринолог свой. Так что у нас пряжа в этом плане нормальная. Но, тем не менее, вот модернизация для вас, как человека, который живет в районе, она вот что из себя представляет? Вот что вы видите для себя от модернизации? На 2011 год запланирована мечта моя осуществиться, капитальный ремонт детской консультации. Мы сделаем ее великолепно. Я приглашаю вас, когда мы откроемся. Ну, это само собой. Да, что можно сделать в районе, в деревне, какое может быть детское лечебное учреждение. И будем ремонтировать капитально Чалнинскую врачебную амбулаторию. Тоже население 3,5 тысячи. Здание устаревшее, устаревшее. Тоже сделаем по хорошему проекту. Это вот из укрепления материальной технической базы. Понял. Перебью. Ну, теперь ваш черед. Анатолий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот у нас вот, понятно, спрячь. Да, вот, ну вот, специалист здесь присутствует. Что в целом, если сказать по республике? Вот где что будет происходить? Давайте тогда я немножко ясность внесу вообще. Давайте. По целям модернизации, вы уже сказали, цель это повышение качества и доступности медицинской помощи, бесплатной медицинской помощи. Задачи в программе модернизации три. Задача первая – это укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения. Вторая – это информатизация отрасли. И третья – это внедрение стандартов оказания медицинской помощи. Что касается укрепления материальной технической базы, в рамках этой задачи предусмотрено четыре мероприятия. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения, текущего ремонта, оснащение оборудованием и окончание строительства раненачатых объектов. В целом будет израсходовано порядка 1 миллиарда 666 миллионов рублей только на укрепление материальной технической базы. Это же бешеные деньги. Деньги громадные, я с вами совершенно согласен. Но и планы громадные. Дело в том, что в рамках завершения строительства раненачатых объектов мы закончим строительство второй очереди акушерско-хирургического комплекса корпуса в поселке Калевало с поликлиникой на 105 посещений в смену. Это опять же к разговору о доступности медицинской помощи. Это будет окончено строительство врачебной амбулатории в поселке Валдай с населением чуть более 3000 человек. В рамках капитального ремонта будет отремонтировано 99 объектов в 45 юридических лицах, в 45 лечебных учреждениях республики. В рамках капитального текущего ремонта будет осуществлен текущий ремонт 19 объектов в 12 лечебных учреждениях. Вот для того, чтобы лечебные учреждения могли лечить больных в соответствии с федеральными стандартами оказания медицинской помощи, необходимо, как уже мы сопределились, помещение, оборудование, кадры. С помещениями разобрались? Нет, не разобрались, у меня вопрос есть. Ну хорошо, отстроили, отремонтировали, а содержать-то? Вот что самое главное, понимаете, вот содержание, те же здания или так далее, за ними нужно следить. Ладно, сейчас столько денег вбухаем в это во все, класс, оно само по себе-то отремонтированное или выстроенное простоит. Но если не следить за той же кровлей и так далее, скоро это все может разрушиться. Опять же, есть ли вот уже мысли на будущее, а сможем ли мы потом все это содержать? Денис, дело в том, что предполагать модернизацию только как комплекс вот этих мероприятий на два года, это абсолютно неверная вообще позиция и неверное представление. Также неверное представление, как то, что мы думаем, что вот мы сейчас реализуем эти мероприятия, система здравоохранения у нас будет неким таким медицинским раем, в котором вообще вот нет проблем. Пришел доктор, одел халатик, принял благодарных пациентов, которые радостно ушли здоровыми домой, конечно, такого не будет. Дело в том, что система модернизации – это всего лишь одна из таких, один из разделов в целом изменений, которые происходят в системе здравоохранения. Сейчас принимается уже новый закон об охране здоровья граждан Российской Федерации. С нового года меняется система принадлежности учреждений здравоохранения, создается вертикаль в системе оказания медицинской помощи, поэтапная, преемственная. То есть практически у нас муниципалитеты уходят от организации медицинской помощи, всем этим будет заниматься орган исполнительной власти, то есть субъект. Меняется система финансирования системы здравоохранения, то есть форма финансирования. Сейчас мы, как бы, каждое учреждение финансируется из нескольких источников МС, бюджет, внебюджетные источники и так далее, всякие проекты. Со следующего года мы переходим, начинается этап перехода к одноканальному финансированию с 2013 года, в момент завершения вот этих мероприятий. Все будет финансироваться через систему обязательного медицинского страхования. Туда войдет все, в том числе содержание этих зданий, помещений. Вот я уже боюсь, Валентина Васильевна, и будет такая ситуация, что лежит пациент в больнице, а врачам невыгодно, чтобы он лежал, допустим, 10 дней. Выгоднее будет его побыстрее выпинать. Тогда врач должен соблюсти стандарт, придет страховая компания и проверит. Хорошо, возможно, пациенту потребуется лежать не 10 дней, а 5 дней. Все, вот, ну, интенсивно. Ведь у нас пациент в большей части времени занимает, когда понятно уже с диагнозом, это понятно, он начинает лечиться. У нас очень много времени занимает диагностический процесс. Где-то он там 3 дня должен подождать УЗИ, где-то он там 5 дней должен подождать эндоскопию, если это не экстренная ситуация. В экстренной все сразу делается. Где-то там контрольные анализы, где-то там какие-то пассивы. То есть вот, и это предполагается стандартом. В результате, может быть, действительно учреждению будет выгодно получить, предположим, по медико-экономическому стандарту, предположим, вот, стоит аппендицит 50 тысяч рублей. Вот больница оказала помощь пациенту при остром аппендиците, все замечательно, 50 тысяч рублей это стоит. Взяли, прооперировали, выписали. Кому-то потребуется 7 дней, кому-то потребуется 10 дней. Но это необходимо решать на уровне лечебного учреждения. И тут же приходит страховой эксперт и проверяет, а почему вы выписали его за 5 дней, а не за 7 дней. А почему вы этого пациента 10 дней лечили, а не 7 дней. Валентина Васильевна, я правильно понимаю, что мы сейчас идем, ну, как вот на Западе все. Да, все, у нас теперь все фильмы любят смотреть, да, про медицину, особенно вот западную. Нет страховки, до свидания, хоть у тебя руки отваливаются. Нет, это нет. Нет, я понимаю, у нас есть конституция, где это все прописано и так далее. У нас есть гарантии. Но, тем не менее, ну, идем по примеру Запада, пытаемся что-то оттуда взять и так далее. Но я почему так все это вот настороженно? Потому что у нас любой закон, который принимается в нашей стране, да, жди подвоха, что-то потом всплывет. Ну, что уж, ну, действительно, на своих ошибках говорят, надо учиться, но у нас не получается. Я хочу, вот человек из района приехал специально на нашу программу, вот у меня вопрос опять же. Татьяна Ивановна, к вам обращаются пациенты и так далее, да, вот, или еще что-то. Насколько их сложно отправить потом в Петрозаводск? С радостью ли всегда принимают пациентов у нас в республиканской больнице или так далее? Ну, в тех случаях, когда вы сами не можете оказать квалифицированную, не то, что квалифицированную, а, ну, уже уровень, да, необходимую. Эти вопросы у нас решены кардинально. Сам врач или его помощник, акушерка, медсестра, записываем пациента, там и тоже свои объемы, свои, так скажем, пациенты, в какой день, в какой час мы можем этого человека проконсультировать. Вот и все. И отправляем именно в этот час и в этот день, чтобы больной у нас не бегал по кабинетам, не бегал по регистратурам, не бегал, не искал, где его кто примет. То есть у нас, ну, может быть, это вот как раз район, мы заботливо относимся к нашим пациентам. Но тем не менее, вот я так полагаю, что вот модернизация, она все-таки вот исправит, где совсем все было плохо, убедите меня, то есть там все будет хорошо. Насчет того, что миллиард шестьсот шестьдесят шесть миллионов, это много, да, в течение двадцати с лишним лет систему здравоохранения финансировали по остаточному принципу. Поэтому вот эти деньги, которые нам кажутся сейчас громадными, они не решат всех проблем, и мы не сможем привести здравоохранение к тому уровню, о котором мы сами мечтаем и который мы хотим видеть. Вот, поэтому, в принципе, были расставлены, ну, первостепенные задачи, да, как говорится, там, где тонко, туда и были направлены основные средства. Вот, поэтому всего и сразу исправить мы, конечно, не сможем. Ну, скажите мне, вот сколько для полного счастья нам надо? Или все равно, хоть сколько давай, все равно не исправить? Вам сумма на сколько надо? Давайте, давайте, вот народ хочет знать. Вот сколько, триллион. Нет, чтобы сегодня, вот, вот прямо вот сегодня, систему здравоохранения привести ко всем стандартам, нам надо 28, да, миллиардов насчитали? Ну, по меньшей мере. Это вот сейчас, да, 28 миллиардов. Сейчас миллиард, я слышал, сумма, да, то, что... Нет, это же разные направления, это же здесь и лекарства, и оплата случаев в системе обязательного медицинского страхования, это содержание зданий, то есть это вообще стоимость всего-всего, это же оно и сейчас осуществляется. Мы просто забываем, что вот объемы медицинской помощи очень зависят от количества населения, которое живет на территории, зависит от заболеваемости, которая у нас регистрируется. И если у нас сегодня численность населения в республике Карелия снижается, то система здравоохранения, она должна реагировать. И вот ту оптимизацию, о которой вы говорили, о сокращении лечебных учреждений и так далее, она зависит от очень важного фактора, от численности населения в этом районе. Ну, что получается, если у вас тут три человека живет, да и нечего вам тут, что ли? Понятно, что если в какой-то деревне осталось же 10-15 человек, они все равно должны получать медицинскую помощь. Вот, кстати, Татьяна Ивановна может тоже рассказать, как они обеспечивают в этих деревушках медицинскую помощь. Они организовали работу в выездной амбулатории. А мы сейчас спросим, давайте Татьяну, а ну, давайте. Это кто будет принимать? Три секунды, да, буквально. Вот я живу в Ведлозере, допустим. В Ведлозере есть врачебная амбулатория. Хорошо, давайте поселок где нет, давайте в Крошнозере я живу. Есть на территории района вообще всего 83 населенных пункта. Вот, то есть и по 15 человек, и по 6 человек в деревне Юргелеце, и по 42 человека. И вот тоже сидели и думали, как же до них доехать, потому что это дедушки, это бабушки и так далее. Вот, и глава администрации поставил перед нами задачу сделать передвижной медицинский пункт. В октябре будет три года. Глава поставил, это хорошо, а деньги-то нормально все? Да, деньги, да. Поставить-то все, что угодно можно. Бюджет Бряжинского района за 2,5 миллиона. Мы год работали над этой задачей, сочинили этот передвижной медицинский комплекс. Что значит, разработали, наверное? Разработали, сочинили, да, вот так можно сказать, потому что прецедента не было такого нигде. Это мы все придумали сами. И вот теперь он работает на три населенных пункта по Чалвинскому направлению. В сторону дороги Суайярви. Кутишина, Велогора, Виданы. А теперь вспомнил, сюжет даже видел про это. Да, по программе модернизации мы получим еще два передвижных пункта. Это на Велозерский участок, и у нас уже тоже там маршруты разработаны. И на Эссельский участок тоже маршруты разработаны. Но не единственный район, видимо, в Карелии, где... А еще Оланецкий район получит такую же... И Лагденпургский район. Те говорят, вот 15-го, грубо говоря, июля, мы на сентябрь там распределяем на Мерхель. К этому времени и все зубы-то уже оставшиеся могут выпать и так далее. Вот в этом направлении у нас весь город, да, только видишь вывески зубной, зубной, частный врач и так далее, да. Одна из сфер медицины, которая, я считаю, тоже важная. Ну что уж. Понятно, что зубы-то твои проблемы, но у нас медицина и зубы должна лечить в том числе. Вот в этом направлении, вот в плане вот этой модернизации, может быть, что-то изменится? Вот на банальном примере. Вот действительно много обращаются, вот разберитесь, вот почему. На самом деле у нас, да, профильная поликлиника одна, но есть отделения стоматологические в 4-й поликлинике, крупные в 5-й поликлинике и в 3-й поликлинике, которые такую же бесплатную помощь специализированную стоматологическую оказывают приписному населению. К сожалению, к нашему большому сожалению, стоматологическая, вот вообще вся помощь, она не вошла в программу модернизации. Это решение федерального уровня, потому что... Частные врачи, да, пролоббировали в доме свои интересы. Да, тот объем, так скажем, коммерческой медицины, ну, в стоматологии самый большой. Да, колоссальный. Понятно, что для Карелии проблемы здоровья полости рта – это серьезная проблема, и мы пойдем совершенно другим путем. Мы будем разрабатывать свою программу развития стоматологической помощи. Естественно, сегодня, несмотря на то, что есть огромная потребность в лечении, но мы сегодня должны говорить о профилактике. Потому что те же самые скандинавские страны, имеющие те же проблемы с водой, со всеми прочими климатическими особенностями, они, работая на профилактику, добились очень хороших результатов именно в разделе стоматологии. Понятно, что сегодня нельзя закрыть полностью лечебные все проблемы и перевести их на коммерческую основу. Это было бы абсолютно неверно, и это должно идти параллельными путями. Сегодня, к сожалению, стоматологическая помощь относится полностью к полномочиям муниципального уровня. То есть мы можем только в рамках программных мероприятий каких-то проводить. Ну, изменится ситуация в 2012 году. Это тоже будет ответственностью вот уже субъекта организации. Ну, чтобы проще, да, людям объяснить, у нас из муниципального, да, видимо, все перейдет на республику. Все перейдет на республику. То есть БСМП у нас, да, муниципальная станет как республика. Да, а разница-то, да, как люди-то видят, что в республиканское происходит и что в БСМП. Ах, красота. Вот. Дело в том, что каждое учреждение будет оказывать помощь своего уровня. У нас будут межрайонные центры, у нас будут муниципальные, как бы первичные учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Межрайонные центры уже будут оказывать и специализированную помощь, и первичную, и специализированную. И учреждения будут оказывающие высокоспециализированные, высокотехнологичную медицинскую помощь. Конечно, будет четкая вертикаль. Вот русским популярным языком спокойно объяснили. Вот она, вот вся эта вертикаль. Слава Богу. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я бы еще часок поговорил с удовольствием. Вопросов еще очень много осталось. И у населения, я думаю, те, кто нас смотрят, соответственно, тоже. Но я думаю, в следующий раз еще продолжим на эту тему. Мне, по крайней мере, стало ясно, что все-таки модернизация – это не пафос или не что-то, да. Это конкретно, на конкретные цели и задачи. Что ж, я благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Продолжим с вами, я думаю, осенью. Уже можно будет, да, какие-то результаты увидеть. Вот самое главное. Еще раз спасибо. Вы смотрели программу «Народ хочет знать». Я, ведущий Денис Базанков, прощаюсь с вами ровно на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин